Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как из двух прекрасных курочек, около 5 килограмм, можно приготовить сразу 6 абсолютно разных блюд. Я очень часто готовлю впрок, и эти блюда тоже можно прекрасно заморозить. Я расскажу, какие я замораживаю, какие нет. У одной из курочек срезаем крылышки на уровне плеча, и срезаем сразу ножки, вот эти голени, и потом срезаем с нее четверти. Со второй срезаем крылышки на уровне локтя и просто голени. К ним добавляем майонез, харчицу, немножечко я добавляю меда, соль, перец, все по вкусу. Здесь ничего сложного нету, мы просто маринуем любым удобным для вас способом, перемешиваем, через 2 часа можно сразу начинать готовить. Либо просто укладываем в пакет, отправляем в морозилку, и затем уже готовим, когда вам это будет нужно. То бишь, у вас сразу будет готовое замаринованное мясо лежать в морозилке. При 160 градусов прекрасно запекаем, хоть в аэрогриле, хоть в духовке, хоть поджариваем на сковороде. В общем, первый рецепт готов, был самый простой. Здесь для следующего обрезаем мы куриное филе. У меня здесь ушло где-то полтора куриных филе на это, которых я не использовала, вот эти малые филе. Но здесь тоже не принципиально. Разрезаем на тонкие части и, конечно же, отбиваем. Будем готовить с вами отбивные, которые поджариваем любым удобным для вас способом. У меня здесь они просто в таком легком кляре. Яйцо и буквально чайная ложка муки и соли. Также сверху смазываю, здесь у меня домашняя аджика с майонезом один к одному перемешанная. Можно использовать кетчуп с майонезом. Просто смазываем, у нас получатся очень вкусные, такие сочные отбивные. Укладываем наверх либо помидорки, как у меня, либо ананасы, либо лук колечками, как вы любите. И присыпаем сверху сырком, который плавится. У меня для таких целей обычно в морозилке уже натертый готовый сыр из остатков, которые остаются, просто замороженные. Отправляем в духовку на 160 градусов, так, чтобы сверху сырок начал золотиться и пропитался соусом наше мяско. Вот такие вот красавчики получаются. Для следующего рецепта нам понадобится 600 грамм филе, которое нужно будет нарезать на пластинки. И затем на тонкие вот такие полосочки, где-то сантиметровые, может чуть меньше. И эти полосочки потом нарезаю на квадратики. Вот такие вот котлетки, которые их называют еще жабками, очень любит мой ребенок, который практически не ест мясо. Потому что они получаются очень нежные. После того, как мы нарезали мясо, на терку, на которой трут и делают филе, натираю луковицу, чтобы она не хрустела потом. Добавляю сразу же сюда 2 столовые ложки с горкой майонеза и 2 яйца. Специи потом выбираем по вкусу, который вам нравится. Я обычно добавляю только соль и только перец. Крахмал тоже не принципиально какой. Это может быть и кукурузный, и также картофельный. Все это хорошенечко перемешиваем и жарим на сковороде на небольшом количестве растительного масла до красивой и румяной корочки. Они, правда, получаются очень нежные и мягенькие. Благодаря тому, что лук мы терли именно на терке, которая для пюре предназначена, он не хрустит на зубах. И это получаются очень нежные котлетки такие. Следующий рецепт, он понравился реально всем. Мы будем делать куриный рулет. У курочки, у которой мы срезали только голени и крылышки на уровне локтя, мы снимаем кожицу. Прорезали по центру и затем снимаем с грудки и переходим к спинке. На спинке это самая такая ответственная часть. Обрезаем очень аккуратно, чтобы именно здесь мы не оставили никакой дырочки. Потому что здесь рулетик должен быть цельный. Пускай лучше вы зацепите немного мяса будет у вас на шкурке, чем у вас будет дырка. С оставшегося каркаса срезаем все мясо. Абсолютно все мясо. Будем использовать сюда мясо с бедрышек. Одно куриное филе. И вот эту вот всю оставшуюся обрезь. Обратной стороной ножа постукиваем по куриному мясу, которое порезано полосочками. И делаем на нем такие насечки. Оно не прорезается за счет того, что мы стучим именно обратной стороной ножа. А вот такое вот становится рыхленькое. Благодаря этому мясо цепляется друг за дружку во время запекания. И затем не распадается, а держится все вместе, как колбаска, когда вы режете. Добавляем специи и немножечко майонеза. Буквально 1-2 столовые ложки. Соль, перец или специи для курицы здесь не принципиально. Такие, как вы любите, добавляете. Солите, конечно же. И берем два кусочка батона. У меня здесь горчичный батон. И режем его тоже на столбики и затем на кубики. Именно хлеб впитает весь сок с курицей и будет держать его в себе. Поэтому ваш рулет получится сочным. Это правда. Ни одна манка, мука, ничего такого не сделает. А именно хлеб. Перемешали все хорошо. Развернули куриную шкурку. Присыпали ее солью и перцем. И выкладываем мясно-хлебную эту массу. Заворачиваем для начала бока. Чтобы ничего вокруг у нас не выпадало. И следующий заворот начинаем со стороны ножек. Там, где у нас именно дырочки были от голеней. Подворачиваем эти все дырочки. И заворачиваем наперед, чтобы у нас был вот такой красивый цельный рулет. Такой рулет я обычно тоже готовлю и кладу в морозилку. Заворачиваю его в фольгу и кладу просто в морозилку. Достаю при необходимости и размораживаю. Ставлю в духовку на температуру 160 градусов, на минут 40-50 точно. Затем разрезаю фольгу. Смазываю смесью горчицы и майонеза. И запекаю до красивой вот такой вот румяной корочки. Либо, конечно же, можно его испечь сразу. Дайте ему после духовки немножечко остыть. Он будет прекрасно держать форму. У меня здесь он еще слегка тепленький, но он уже хорошо держит форму и абсолютно не распадается. Обязательно попробуйте. Это не сложный рецепт и для него очень много не нужно куриного мяса. Остатки мяса, которые у меня остались со второй курицы и еще одни бедрышки, я перекрутила и сделала фарш. К фаршу добавляю отваренный круглозернистый рис. Также мне понадобилась крупная морковь и крупная луковица, которые я поселивала вместе. И три четверти этой поджарки я добавляю сюда к фаршу. Солю, перчу и все хорошенечко перемешиваю. Это у меня будут самые простые голубцы из пекинской капусты. Отрезаем попку пекинской капусты и разбираем ее на листья. Она сейчас вот такая зеленая, сочная, ей сезон. Но у нее очень плотная вот эта вот часть, я ее немножечко обычно утончаю. Делаю надрезы сантиметра три где-то вокруг этой белой части. Подворачиваю зеленые концы, затем заворачиваю белую и заворачиваю голубец. Вот такой вот аккуратный голубец получается из пекинской капусты. Укладываем либо на сковороду, либо укладываем в кастрюльку. Сверху оставшуюся одну четверть поджарки мы отправляем. И сюда пойдут еще либо перекрученные томаты, либо томатный сок. Добавляю воды, чтобы покрылись голубцы. Вставляю лавровый листочек и можно еще чесночный зубочек положить. Тушим до готовности капусты и мясо. Это где-то час, час двадцать обычно тушится. Если у вас останется фарш, как у меня, вот такой вот из голубцов, добавляю сюда просто яйцо. И на противень смазанный маслом выкладываю такие вот тефтельки. Накрываю фольгой и где-то минут на 30-40 в духовку на 160 градусов. Получаются прекрасные тефтельки для ребенка. Очень вкусно. В общем, курочек две, а блюд сразу шесть. Пробуйте, это все очень просто и делайте заготовки для родных и сразу на весь месяц вперед. Это быстрее, чем потом готовить. С вами, как всегда, друзья, был Кекс. До новых встреч, пока-пока.